Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Всплеск заболеваемости пневмонии регистрирует на Алтае. Чем он вызван и каких еще инфекций стоит опасаться этой осенью и зимой? Морозов ждут с ужасом комнаты, пропитанные водой. Как жители Барнаульской четырехэтажки оказались в сложной ситуации и без какой помощи им не обойтись? На предстоящей сессии АКЗС пересмотрят цены на патенты для бизнесменов. Кто и почему получит значительные послабления? Сегодня в Барнаульском аэропорту задержали несколько рейсов. Сотни пассажиров были вынуждены резко поменять планы. Сразу восемь рейсов перенесли на вечер. Еще утром полеты должны были состояться в Москву, Екатеринбург, Казань, Сочи, Санкт-Петербург и Новосибирск. В Минтрансе края пояснили, что из-за сильного тумана снижена видимость на взлетно-посадочной полосе. Из-за этого авиакомпании вынуждены ставить на паузу вылеты и прибытие самолетов. В гидромедцентре сообщили, что туман над городом рассеется 20 октября. По словам специалистов, такое явление связано с отсутствием ветра и высокой влажностью. К другим темам. В Алтайском крае и еще 15 регионах страны зафиксирован всплеск заболеваемости пневмонии. Об этом сообщили известия со ссылкой на Федеральный Роспотребнадзор. О распространении разных вирусных инфекций в нашем регионе сегодня нашим корреспондентам рассказали специалисты Краевого управления. Чихать, кашлять и в целом не домогать. Жители Алтайского края массово начали с середины сентября. Активный сезон простуд, говорят специалисты, продолжается и сейчас. Но все же с прошлой недели ситуация начала улучшаться. Регистрируется некоторое снижение. Так, за период 7 октября, 13 октября у нас зарегистрировано 20 551 случаи заболеваемости РВИ, что ниже на 8% предыдущей недели. То есть можно говорить о некоторой стабилизации ситуации, но тем не менее мы по-прежнему остаемся насторожными. В крае сейчас циркулируют адена, рина, боковирусы. Все они относятся к так называемой негриппозной респираторной группе. Но и они способны вызвать осложнения. Так, известия, ссылаясь на данные Федерального Роспотребнадзора, сообщают, в 16 регионах и Алтайский край в их числе зафиксирован всплеск вне больничной пневмонии. Основной возбудитель – микоплазма или микроорганизмы, занимающие промежуточное положение между бактериями, грибами и вирусами. А впереди ведь еще непростой сезон гриппа. Циркуляция ожидается абсолютно всех вирусов. Просто какой-то будет в отдельном весе больше, какой-то меньше. То есть у нас и H1N1 2009 года, да, свиной так называемый, циркулирует ежегодно. И H3N2 циркулирует, и грипп B. Но они просто немножечко местами могут меняться. Воспаление легких и другие осложнения, подчеркивают специалисты, прежде всего возникают у людей с ослабленным иммунитетом. Его нужно укреплять и лишний раз не рисковать, то есть ставить прививки. Информация о том, что вакцинация против гриппа может привести к заболеваемости, к каким-то тяжелым осложнениям, да, они ничем не подкреплены, такой информации мы не обладаем. И наши данные только говорят об обратном, что прививка помогает защититься, и защититься не только от самого заболевания, да, и перенести его в легкой форме, но и также от осложнений, таких как, например, пневмония, которая сейчас у нас, да, и существует на данный момент. Неделю назад в край поступила очередная партия вакцины от гриппа. Три отечественных препарата для детей и взрослых на 417 тысяч доз. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. Аллергикам приготовится осень, сезон обострения различных аллергий. Причем в это время года они успешно маскируются под простуды. Как отличить одно от другого и от чего осенью нужно держаться подальше. Аллергикам расскажет Анастасия Дорога. Природа удивляет и не всегда красотой. Барнаулиц Александр привык запасаться противоаллергенными весной. Непереносимая шерсти животных и пыльцы заставляла следить за здоровьем. Но в этом году он впервые почувствовал неладное осенью. После прогулки возвращаюсь домой, захожу в помещение и появляется насморк из ниоткуда абсолютно. В следующие дни выхожу на улицу снова, после прогулки опять замечаю, что появился насморк. И заметил, что помогают противоаллергенные какие-то лекарства. Весь мир привык, что сезон аллергии заканчивается с теплой погодой. Но осенью тоже немало причин для обострений. На смену пыльце приходят споры грибов. Это грибковая так называемая аллергия. Так как сыро, влажно, то эта плесень развивается. То есть и в листьях на улице, и дома. Если, например, влажные помещения, то есть это ванны, комнаты, туалеты. Если люди сейчас много живут у нас в частных домах, тоже промерзающие углы, подполья, цветы, которые домашние, они тоже на земле образуются вот эта вот белая плесень. Специалисты объясняют, что осенние аллергены более устойчивы к переменам погоды, того и более живучи. К тому же холодный воздух более тяжелый, воздушным массам сложнее перемешиваться, поэтому аллергены зависают в воздухе на уровне человеческого носа. И мы по привычке списываем насморк, кашель, трудность дыхания, на простуду. Сначала думал, что это простуда, может быть грипп какой-то осенний, но никаких других симптомов нет, ни температуры, ни кашля. Сейчас используем только либо противоаллергенные какие-то таблетки, либо надеваем маску для того, чтобы прогуляться по улице. Такая аллергия может привести к обострению астмы и к воспалительному заболеванию легких. Врачи советуют меньше гулять по листьям, а дома чаще делать влажную уборку. А в целом рекомендуют при необычных проявлениях хвори сдать анализы на аллергию. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Продолжим. Алтайский край и Сахалинская область начнут сотрудничество в сфере производства беспилотных летательных аппаратов. В частности, речь идет об их применении в сельском хозяйстве. Нам интересно от их стороны в том, что у них компания, которая занимается производством двигателей внутреннего сгорания. И в ходе общения появилась интересная мысль, задача сделать гибридную установку и установить на наш гексокоптер, это большой гексокоптер, универсальный дрон, который поднимает до 30 килограмм. Если мы поставим, реализуем такую задачу, то этот дрон сможет летать от часа, а не 30 минут, и носить груз те же 30 килограмм еще дальше. Это очень серьезные компетенции и проработки с точки зрения программного обеспечения, с точки зрения электрокомпонентной базы, с точки зрения замещения, импортозамещения электрокомпонентной базы, плюс по самим корпусам, по, скажем так, оснастке. Представители алтайской делегации остались под впечатлением от развития цифровизации в Сахалинской области и применением технологии в различных областях. Стороны договорились о совместных разработках. В целом же в рамках визита было организовано 4 тематических круглых стола. Кроме темы беспилотников обсуждались вопросы поставок сельхозпродукции и продукции промпредприятий, а также алтайского продовольствия. Председатель правительства Алтайского края Александр Лукьянов и председатель правительства Сахалинской области Антон Зайцев подписали план мероприятий до 2027 года о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и других сферах. К другим темам прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку после падения мужчины на стройке. Об этом сообщает его помощник Мария Антошкина. Инцидент произошел в Барнауле, по данным СМИ, на улице Шевченко. Предварительно установлено, что 51-летний мужчина во время проведения монтажных работ выпал из проема окна на уровне шестого этажа. Мужчина выжил, но получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимации. Прокуратура проверит исполнение трудового законодательства, а также соблюдение правил техники безопасности на стройке. Жители четырехэтажки в поселке Южно больше остальных боятся прихода холодов. Их комнаты пропитаны водой, которая на выходных дважды бурными потоками обрушивалась с потолка. Что стало причиной потопа и как теперь устраняют его последствия? В нашем сюжете. Окно пришлось открыть, хотя бы, чтобы запаха не было сырости. Заходишь невозможно. Впрочем, это похоже на соломинку, за которую хватается чуть было не утонувшая секция четырехэтажки в поселке Южно. На выходных на головы жильцов дважды обрушивались бурные потоки воды. Полный потоп. Вот ведра. У нас полные ведра, тряпки. Все. Отовсюду текет. Вот с лампочек текет. Как оказалось после, причина в трубе отопления, но не лопнувшей, как говорят в управляющей компании. Труба была сломана в субботу ночью и в воскресенье тоже поздно ночью. Там стоял металлопластик. Кто-то осуществил доступ и механически сломал его. То есть мы заменили эту трубу на сталь, дабы избежать. Потом на следующий день кто-то самовольно проникал и закрывал краны в доме. Ну, то есть тайков. Кто и зачем явно вредит дому, в управляющей компании не знают. Ее, кстати, назначили городские власти накануне ЧП. Прежняя банкрот и с августа на торгах. Жильцы говорят, за их домом не следили. Крыша, к примеру, протекает несколько лет. Страшно зайти в подъезд. Но, признаются, потому и сами по счетам не платили. Я им сказала, что платить я не буду, пока вы здесь не сделаете нам нормально все. Отопления у нас никогда не было. Оно и не будет, наверное, отопления. Света я тоже уже давным-давно, у меня света нету. Давно мы как это, мы даже обрезали, чтобы не было вот это все вспышки. Света теперь нет во всей секции. От промокших стен иначе просто бьет током. Пять семей, проживающих здесь, пока разъехались по съемным квартирам или родным, но все равно будто привязанные к своим комнатам. Я приезжаю сюда каждый день. Соседи у меня с ребенком, с маленьким уехали. Я с двумя детьми, то есть уехала по знакомым тоже, получается. Ну, как бы остаюсь, я скитаюсь, потому что находиться здесь не могу. То есть каждый день практически вожу ребенка в садик сюда, в школу у меня. То есть дочь есть старшая самостоятельная. Ну и, то есть проверяю, хожу, подтираю, проверяю, чтобы ничего не обрушилось. От чиновников жильцы требуют расселения. Но, как нам пояснили не на камеру в поселковой администрации, дом не аварийный. Его жильцам помогают. Например, выделили тепловую пушку, чтобы просушить потолок. Дому явно нужен хозяин. Управляющая компания сейчас назначена временно. Потом будет конкурс. Но будут ли желающие взять четырехэтажку с подмоченной репутацией? Николай Потешкин, Дмитрий Денисов. День с толком. В ДК моторостроителей случился пожар из-за замыкания электропроводки. Задымление в зрительном зале. Общая площадь возгорания порядка 30 квадратов. С такой легендой пожарно-спасательные подразделения провели учения в краевой столице. Внимание уделили и действиям персонала учреждения. Сотрудники ДК должны были принять все необходимые меры, чтобы у посетителей не было паники и никто не травмировался. По легенде было оставлено 5 человек в зрительном зале пострадавших. Все пожарные подразделения спасены и эвакуированы. А значит самостоятельно эвакуировались до прибытия пожарных подразделений 100 человек. По тактическому замыслу пожар произошел от замыкания электропроводки в углу сцены. Сработала система оповещения. Наиболее вероятной зоной задымления оказался зрительный зал. После завершения учения подробно разобрали тренировку с участием представителей всех служб. Всего в учениях в краевой столице приняли участие порядка 40 спасателей. Условный пожар в этот день также случился в многоэтажном здании общежития Заринского политехнического техникума. В Белокурихе пожарные отработали на базе одного из санаториев курорта. Снизить стоимость патента наполовину для представителей так называемого социального бизнеса предлагает уполномоченный по защите прав предпринимателей края Андрей Осипов. На октябрьская сессия КЗС он совместно с губернатором внесет на рассмотрение парламентария в такой законопроект. Сейчас в регионе зарегистрирован 121 социальный предприниматель. Как правило, они работают в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной помощи. 50-процентной скидкой депутаты предлагают стимулировать бизнес становиться социальным. Это будет главным новшеством законопроекта, который рассмотрят на октябрьской сессии КЗС. Но не единственным. По словам Андрея Осипова, изменения в краевой закон вносят спустя три года действия льгот, которые потребовались предпринимателям для перехода с отмененного единого налога на внемененный доход на иные системы налогообложения. В течение 2024 года уполномоченному по защите прав предпринимателей поступали жалобы от представителей различных сфер бизнеса на взлетевшие цены на патент. Осипов предложил предпринимателям края предоставить расчеты о доходах, затратах, налогах, чтобы определить сферы, которым нужна корректировка. Они и вошли в законопроект. Еще у нас тема, которую мы отрабатывали, есть такой вид деятельности, так называемые вендинговые автоматы. Мы уже привыкли покупать кофе или там снеки какие-то или воду в автоматах. Это все больше и больше. Если говорить о Москве и аэропортах, то это вообще вал. Ну и у нас сейчас достаточно много предприятий, организаций, магазинов, где стоят вот эти вот автоматы, кофейные в первую очередь, либо с водой. И фактически в этом году получилось так, что каждый тот же кофейный автомат, потому что обращение у нас было как раз предпринимателей, которые ими занимаются. Это по сути розничный магазин. Вот по сегодняшнему закону один автомат это розничный магазин, не имеющийся стационарного торгового зала. То есть и сумма налогов очень высокая. То есть практически по их расчетам, которые нам представили, у них только на патент уходит 26,5% вообще от их дохода от этого автомата. Очень высоко. Поэтому серьезное снижение для тех, кто занимается, ну прямо скажем так, в несколько раз. Вот эту мы тоже вносим. Ну и еще тема, которую может быть только первый подход, нам до конца ее не удалось решить, это пассажироперевозчики, то есть те, кто работают на внутренних маршрутах, на международных маршрутах. У нас есть, к сожалению, установленное федеральным законодательством такое ограничение. Вообще у нас была цель серьезно снизить стоимость патента для сельских перевозчиков. У нас не получилось разделить, потому что по федеральному закону вот этот тот вид деятельности, где мы не можем делить потенциально возможный годовой доход, как сделано это, по другим населенным пунктам, по другим видам деятельности, вот на город и село. Поэтому пока вот такое промежуточное, может быть будем рассчитывать решение понизить общий потенциально возможный годовой доход на 11%, будем смотреть дальше. То есть, ну в Барнауле тоже достаточно много таких перевозчиков, в то же время для Барнаула это одна ситуация, для села другая. Ну и будем искать в перспективе тоже какую-то позицию. Я думаю, что определенное количество предпринимателей воспользуется, это как некий сигнал бизнес-сообществу о том, что изменения можно вносить, если ты обосновываешь это, и губернаторы правительства видят это. Недаром у нас этот закон вносится двумя субъектами. Вносится губернаторам Алтайского края и уполномоченным по защите прав предпринимателей. Мы в очередной раз с Виктором Петровичем вместе входим по итогам того ежегодного доклада, который я представляю. В прошлом году мы с двумя законами заходили, вот в этом году мы заходим с законом и будем работать дальше. То есть, это как раз движимый вариант, мы это показываем, о том, что можно вносить изменения, если они обоснованы. Добавим, что в Алтайском крае приобретено 25 тысяч патентов. В 2024 году патенты принесли в краевой бюджет 720 миллионов рублей. А в Республике Алтай готовятся к введению туристического налога. Он вступает в силу 1 января 2025 года. В пресс-службе региона пояснили, что на старте размер туристического налога будет составлять 1%, но не меньше 100 рублей. Постепенно его планируют увеличить до 5%. Решение о введении налога будут принимать муниципалитеты. 14 сельских поселений в Республике соответствующие шаги уже предприняли. Остальные собираются решить этот вопрос до конца ноября. Планируется, что собранные средства пойдут на развитие социальной и туристической инфраструктуры. В Республике подсчитали, что новый налог принесет бюджету как минимум 134 миллиона рублей за год. Бугорский, Свечников, Марченко, Вишневский и многие другие. Эти фамилии известны любителям алтайского и мирового хоккея. А теперь с их биографией и карьерой может познакомиться любой бар на улице. В краевой столице открылась выставка «Хоккей как искусство». В первую очередь выставка направлена на подрастающее поколение с целью мотивировать их заниматься спортом. Это одни из ярких историй хоккея. Конечно же, еще не все. У выставки сейчас второй сезон, как и в хоккее. У нас был в прошлом году первый сезон, сейчас сезон 2024-2025. И у нас выставка приросла новыми пяти портретами. Я думаю, мы будем дальше создавать и узнавать новые истории. На выставке работать, которая будет в течение месяца, барнаульцы смогут увидеть, насколько богат наш регион на топовых хоккеистов. Большая часть из них – представители сильнейшего чемпионата национальной хоккейной лиги. Многие были в составе сборной России, а кто-то и вовсе считается одними из лучших за океаном. Новое поколение понимает, что даже если у нас нет ни континентальной хоккейной лиги, ни национальной хоккейной лиги, есть возможность начать заниматься Алтай. И добиться самых больших высот. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok